Всем привет! Это очередной урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия. И сегодня я покажу Вам, как сделать незаметное соединение нитей шнурковой пряжи. И соединять нити мы будем на примере пряжи Белсаида Макси. Сама по себе шнурковая пряжа представляет полы внутри тонкий вискозный шнурок, который набит волокнами шерсти. Вот у меня нить от нового клубка, а это наше вязание, где заканчивается нить. Сейчас мы сделаем их соединение. Нам понадобится трикотажная игла. Вдеваем одну из нитей в большое ушко иглы и, отступив небольшое расстояние от края второй нити, заходим сбоку, внутрь шнурка. Иглу продеваем аккуратно, не спеша, чтобы она не вышла наружу. Проходим так небольшой отрезок, затем вытягиваем нить наружу и вытаскиваем иглу. Теперь подтягиваем нить в обратном направлении, пока не спрячется хвостик. Далее заправляем второй хвостик в иглу и в месте соединения заходим иглой в противоположную нить. Также продвигаемся по шнурочку внутри. Выводим нить и вытаскиваем иглу. Теперь расправляем нить, хвостик прячется и у нас получается ровное и достаточно прочное соединение. При таком соединении вам не придется завязывать узелки и прятать хвостики. Таким образом вы сэкономите время и изнаночная сторона вашего изделия будет безупречна. Вяжите красиво, качественно и с удовольствием.